В эту субботу, 8 сентября, отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Эта дата – еще один профессиональный праздник для сотрудников Магнитогорской станции скорой помощи. Ведь большая часть их пациентов – люди в критическом состоянии здоровья, с инфарктами, инсультами, травмами, которых нужно буквально спасать. Подробнее о работе этой службы расскажет Юлия Никифорова. Магнитогорская служба скорой медицинской помощи – это большая команда, состоящая из 369 медицинских работников и 147 водителей, работающих на четырех подстанциях в разных районах города. Ежесуточно дежурят 32-33 бригады, которые выезжают в среднем на 350-360 вызовов. Большая часть причин вызова бригады скорой помощи действительно связана с жизнеугрожающими состояниями здоровья людей. Большая часть – это наши травмы, аварии, кровотечения, боли в сердце. Когда человек задыхается, когда человек без сознания лежит – это, конечно, все наше. Большая часть – это люди с внезапными заболеваниями и травмами. Это экстренное состояние, которое мы должны обслужить в первую очередь. Это наша основная работа. Скорая помощь – социально значимая служба. В нашей стране особенно, потому что россиянам свойственно запускать свои заболевания, а когда стало совсем плохо – звонить в скорую. Поэтому к обеспечению скорой помощи медикаментами и оборудованием государство подходит очень серьезно. Мы очень хорошо уже за последнее время освоили и такой метод, современный метод лечения острого инфаркта миокарда, как проведение тромбоэлитической терапии уже на догоспитальном этапе. Мы работаем с современным препаратом «Металлиза». И вот в прошлом году, в 2017 году, было проведено 99 тромбоэлитисов на догоспитальном этапе, а вот к этому времени уже, этого года, уже 86 тромбоэлитисов. Дорогостоящими препаратами для проведения тромбоэлитиса снабжены все линейные бригады скорой медицинской помощи. Делается внутривенно, разрушает тромб, останавливает сердечное кровоснабжение. Марат Шагивалеев, фельдшер станции скорой медицинской помощи с 16-летним стажем работы, рассказывает, что в последние годы появились и удобные носилки, и переносные аппараты искусственной вентиляции легких, и наркозные приборы, и современные дефибрилляторы. Наш очень хороший, последнего поколения, фактически автономный. С последними машинами пришли вообще полностью автоматически, которые сами дают, определяют необходимость и проводят дефибрилляцию. Все без исключения фельдшеры станции скорой медицинской помощи владеют техникой снятия электрокардиограммы и постановкой по ней первичного диагноза, например, того же инфаркта миокарда. Кардиографы стали компактными, переносными, то есть не те здоровые, большие, уже маленькие, удобные. 8 сентября отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Дата призвана напомнить о том, как важна бывает эта помощь в тяжелые минуты жизни человека. Бывают случаи, когда речь идет о секундах, что все-таки случаи бывают разные, много разных приключается. Дорожных аварий, производственных травм, всяких падений с высоты, ну, жизнь есть жизнь, всякое приключается. В службе скорой медицинской помощи случайные люди не задерживаются, а только те, кому эта тяжелая работа, по душе. Работа мне очень нравится, нравится помогать людям. Кроме этой работы, я ни с чем не могу связать свою жизнь, кроме как этого. Кстати, Магнитогорская служба скорой медицинской помощи, согласно статистике, еще и приезжает в кратчайшие сроки – 10-15 минут с момента вызова. Юлия Никифорова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.